доброе утро дорогие ангелы здравствуйте ну чтож начинаем выдумал уже подготовились как обычно поставили все что хотите поставить рядом с собой поэтому начинаем с вопроса боже что ты желаешь чтобы я узнал на сей день я существую а здесь иным сущей во имя аз есть им присутствие я призываю к себе энергии святого триединства покой радость и любовь слава роду человек ангелов я люблю себя давайте честно скажем можно как-то по-своему пригласить своих ангелов наставников своего сша я интуитивно как пойдет своими словами просим здесь и присутствия помочь мне быть сегодня здесь и сейчас состояние реальность здесь сейчас это состояние 5 измерения состояние вне страданий вне дуальности когда дуальность заканчивается страданий заканчивается начинается эволюция души по конструктивному по позитивному стилю поэтому здесь сейчас универсальное напоминание всегда кстати как можно чаще и оно понятно почти всем всем людям что такое здесь сейчас почти всем людям мне надо говорить что это 5 измерения и начало эволюции без страдания если человек не понимает это расскажите что-то про здесь сейчас напомните это давайте почувствуем сразу пять органов чувств одновременно сразу а здесь не то что а здесь все остальное ярлыки и образы роли а я есмь то что я есмь истинно теперь у нас сегодня вторник розовым пламенем розовое пламя любви свои объятия прими священным пламенем энергий ты мое тело охвати энергия любви святая тебе сердце открываю поток розовой энергии ценный открой любовь ко всей вселенной и коллективно чувствуя общий наш коллектив даже тех кто в записи слушает весь наш коллектив весь наш круг в медитирующих говорим хором как бы за всех все за одного мы выражаем намерение активирует седьмую нить днк давайте вдохнем уместно так чтобы хорошо было что понравилось вдыхаем тайну лучшей а нити получаете любовь 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 Тихая любовь Давайте вдохнём моя тихая любовь Моя безоценочная любовь Любовь начинающаяся с себя Начинающаяся с себя Давайте вдохнём это Чувствуете себя ещё больше здесь Сейчас когда вдыхаете глубоко Своё существование, своё бытие То что есть в реальном Здесь в теле Реальность Настоящая реальность Без фантазий и схем ума Реальность Просто то что есть Просто Простая Простая жизнь В теле Без усложнений Легко и изящно Поэтому вдыхайте как можно чаще И после медитации всегда Дыхаете в том смысле Чтобы дыхание вас оживляло Чтобы вы больше чувствовали жизнь Чтобы здесь Поверхностное дыхание делает поверхностным мировоззрением Даже Бог дышит Бог Творец всей Вселенной дышит Когда Вселенная Сничтожена Малой Точке Сингулярности Расширяется во все галактики Многочисленные дома Эксперименты Многочисленные галактики Эксперименты Проходят миллиарды Миллиардов земных лет Скажем Или какого-то другого времени И всё схлапывается Уменьшается Обратно В малую Бесконечно малую точку Это выдох Бога Вернее Это вдох Наверное А выдох это когда расширяется из точки Он же выдыхает Значит расширяется Можно так понимать И ещё выдох И ещё вдох И ещё выдох И ещё вдох И так бесконечно Сколько раз была наша Вселенная рождена Нет такого числа видимо Это просто выдох Мы сейчас живём в выдохе Бога И поэтому Так как всё квантово Имеет Тоже Те же самые свойства Что и большое Мало имеет Те же самые свойства Что и большое А большое имеет Те же самые свойства Что и гигантское Гигантское имеет Те же свойства Что и свежгигантское И так далее То и мы тоже так же дышим мы также дышим как бог как творец дух и выдох всегда а также сон и бодрствование сон и будет бодрствование данном случае сон это первая половина существования новой вселенной когда еще все существа сонные духовно сонные это сон бога потом все пробуждаются часть земля пробуждается люди становятся мудрые осознанные и просветленные это пробуждение бога бодрствование дальше будет бодрствование вторую половину жизни этой вселенной в общем об этом можно очень хорошо размышлять видеть и смотреть на это в глобальном смысле и понимать что такие же процессы такие же процессы происходит человеческом существе мало того такие же процессы происходят в микро косме каждого человека в клетках атомах лептонах даже сейчас насколько я знаю самые мелкие частицы признанные учеными это лептоны а что еще мельче лептонов не может же закончиться на этом если у нас идет фрактал фрактальная бесконечность нет конечно там еще мир и миров и так далее так далее ну чтож такое отвлечение а теперь продолжаем таинство луча сострадание отдыхаем сострадание забываем все что я говорил все о чем вы размышляли сейчас это уже отложилось вас потом вспомните когда надо уместное время сейчас сострадание сконцентрируемся давайте будем гибкими переключаемся на сострадание сострадание просто сострадание сейчас мы видим многие проявления сострадания повышая вибрации земли повышается уровень сострадания в людях и происходит некоторые неприятные события казалось бы которые катализируют сострадание больших масс кто-то где-то что-то был уничтожен или погребен или замурован или шахтеры например были замурованы и их там доставали сколько-то дней достали полуживых откачали вся страна особенно этот город наблюдал за новостями каждый день как это их доставали столько много людей испытали может быть многие первый раз жизни сильное сострадание что глубокомысленным людям мудрецам понятно почему в чем было предназначение этого события в чем великий смысл предназначение этого события и и вы можете видеть в страданиях других также стимул для формирования качеств духовных в том числе и сострадания всякие то что кто-то страдает и вы видите развивались не можете не сострадать в это раскрывать и сострадание многие раскрываются страны а те кто страдает там на кого мы смотрим подписали контракт они сами захотели это показать мир лучше всего они решили мы выполним именно этом может быть в чем-то другом мы не смогли ничего помочь миру но так тогда хотя бы пострадаем чтобы нас потом снимали новостях и так далее чтобы люди сострадали и что-то еще такое даже животные и все это ведет к увеличению энергии сострадания энергии сострадания возникшей на земле по закону подобного подобной примагничивает еще больше космической божественного энергии сострадания любви все взаимосвязано так взаимосвязано что просто создается очень совершенно картина происходящего сейчас сверху это видно как все совершенно все события имеют свое совершенство свое истинное божественное предназначение которое человеческим взглядом не видно не видно и в этом тоже есть определенное совершенство потому что это не видно правда ведь понимаете да это простая тема но очень важно и очень глубокое сострадание кому вы испытываете сострадание к чему и кому не жалость на сострадание именно сострадание сестра любви можно быть безжалостным но сострадательным жалость это жалить слова жалить жалость это сестра страха и иногда сестра самовины сострадание то есть сестра любви эту тему можно еще раскрывать но мы пойдем дальше отдыхаем красоту красота сегодня вот сапе в чате я передал послание от метатрона который сказал что я нахожусь во всех сферах бытия одновременно и вижу вас из всех сфер и говорю какие вы красивые я вижу какие вы красивые как какова ваша красота я вижу и вы ее даже не видите я ее вижу мы ее видим по ту сторону зависты те кто смотрит на вас с разных измерений разных сфер бытия и вы постепенно видите он сказал что постепенно цепочка узнавания своей красоты каждому человеку спускается возникает внутри него цепочка постепенно по цепочке вы все больше и больше видите свою красоту начинаете любить себя все больше и больше узнаете себя в себе раскрывать расширяете понимание себя вместе с красотой давайте вдохнем красоту каждого из нас понимание и признание красоты и признание своей собственной красоты во первых признав свою собственную красоту мы сможем реально и честно признавать красоту других искренне без обмана если мы сначала признаем свою все начинается с себя благодарность моя благодарность и есть им благодарность в действии утешение это качество внутренней женщины и энергии утешение и особо и особо широко и активно и рисует мать матерь мира которую в себе воплотила мать мария наиболее полную воплотила в себе мать мария также гони некоторые другие мастера и энергии ты женские сути также принцесса диана и кто-то еще кого можете сейчас вспомнить хотите напишите в чате кто воплотил вот это качество розового луча утешения если вы в других замечаете какое-то качество то значит оно у вас есть нельзя не заметить в других что-то чего нет еще в вас если вы замечаете утешение значит она у вас есть если вы замечаете любовь значит она и вас есть не может быть иначе если вы замечаете гордыню в другом человеке оу да он полна гордыни значит она и вас есть сейчас все просто такой индикатор то что увидите в других значит вас тоже сейчас имеется по крайней мере на момент сейчас для меня это стало очень практичной истинной очень хорошим индикатором что во мне есть идем дальше творчество 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 также творчество также имеется и других лучах особенно фиолетовым фиолетовое это как раз состоит из розового и голубого синего можно заниматься творчеством когда угодно в любые секунды минуты любой деятельности правда вы пробовали выполнили у не зверя помогает хотелось шедрость щедрость 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 например когда вы подписали контракт с кем то или договор или заключили устное соглашение о ремонте например взяли да заплатили больше взяли да может быть не деньгами а может быть вы кормили работника больше чем надо или какую-то другую провели щедрость без ожидания так сказать благодарности или улучшения работ но просто из-за того что вы любите щедрость любите это качество любите дарить чуть больше чем ожидает от вас щедрость давайте вдохнем если вы ее почувствовали на что она уже у вас была молодость молодость омоложение по информации с вами света нам сказали как то что способ естественного омоложения то есть прекращение старения можно жить сотнями сотнями лет изобретут именно розовые души души с розового луча это их епархия это их интерес я уже знаю некоторых розовых душ вот моя мама например на очень много интересуются омоложениями они даже с кем с другой розовой душой как нам сказали с гомеопатом одним как-то давно еще прямо хотели специально в гомеопатии найти через гомеопатию способ омоложения прямо они прям без подсказок каких-то консультации сами хотели прям долго работали над этим вопросом и потом что заинтересовал другой их правда не завершили вопрос или гомеопатия показалось узкой для этого для омоложения недостаточной не помню я уже действительно розовые лучи этим интересуется я вот меньше интересуюсь я интересуюсь ченнелингами то есть связью мне нравится быть в канале это больше моему очень нравится и здоровьем и некоторыми ощущениями путешествиями и так далее ну что уж ладно пойдем дальше теперь массаж область области вилочковой железы грудная клетка и одновременно выражаем намерение во имя а здесь выражаю намерение разрешить омоложение моего тела визуализируем свет любовь чакры сердца центральной центральной точки души центре вашего личного мироздания откуда и простирается просим простирается весь комфорт и баланс баланс противоположности гармония балансированность всех чакр также куда простирается тепло согревающего душу визуализируем там свет и любовь чакры сердце сердце по сути это чакры это комплекс это комплекс чакр центральный комплекс том числе и плечевые 2 чакры и не янь и не слева ян справа и тимус и физическое сердце и духовное сердце все это комплекс и нахаты центр мироздания когда вы думаете из центра мироздания совершенно другие результаты вы получаете чем когда вы думаете мозгами умом мозговитый человек это одно а сердечный человек это другое кто победит если они будут сражаться победит мозговитый человек а кто будет счастлив счастлив будет сердечный человек интересно да так и есть похоже ну по крайней мере так замечаю так замечать мантра уча нити ам на минутку отключу микрофон на минутку отключу микрофон минутку отключу микрофон напряжение окей вот Продолжение следует... 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 отвлечение от занятия цветоносного, от работы света, от работы света, это отвлечение. Она просто временная, это отвлечение просто временное, это просто временный опыт. Я с ним не борюсь, но я начинаю когда осознавать, что это временный опыт, мне почему-то уже его не хочется реализовать. Я допустим какую-то игрушку не покупаю, или как-то не отвлекаюсь на какие-то фильмы, на какие-то встречи. Говорю нет, учусь говорить нет. Потому что я чувствую, что да, можно было бы, но почему-то меня тянет больше другое, меня возвышает и радует больше другое, служение другим. И вот кто человек, который получил вкус служения другим, он по сути получил вкус к высоким вибрациям, которые еще все с дальнейшим продолжением служения расширяются, 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 увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. И еще больше вкус приобретается, еще больше, еще больше, еще больше, еще больше тебе нравится это. Потому что ты еще больше раскрываешь свой творческий проект, свои способности и таланты, которые как бы мурчат изнутри, и все больше и больше мурчат, все больше и щекотит твое сердце, приятно. Все больше щекотки любви возникает, можно сказать, щекотки радости, щекотки самореализации. Это такое отвлечение и мы идем дальше. Ускорение встречи близнецовых пламен. Это планета близнецов. В эпоху новой эры совершенно уместна встреча, половина для выполнения миссии, а не только для заполнения пустот эмоционального одиночества. Давайте вдохнем, что вы осознали из этого, исходя из этого, что вы почувствовали, еще главное, что вы почувствовали, семья акцентирует внимание, что вы почувствовали сейчас. У вас что-то зародилось, что-то какой-то огонек возник, благословите его. Это то, что мы хотели показать в этой медитации, когда ее давали этому человеку. Расслабьтесь, любимая, примите удобную позу. Можете включить любимую мелодию, не отвлекающую вашего внимания, зажечь свечи, пронести легкий аромат благовоний в пространство вашей медитации. Почувствуйте ваше единение со Вселенной, с каждой сущностью дома и вдохните это интуитивно, доверившись интуиции, полно. Вам должно быть виднее в вашем пространстве, каково это коннект со всей Вселенной для вашего личного путешествия сейчас, для вас личного. Почувствуйте ваше единение с дружескими планетами Света. Почувствуйте сердечную связь с землей, с ее близнецовым пламенем небом. Просто будьте. Присутствуйте. Присутствуйте здесь. Почувствуйте душевную прочную связь с каждым человеком, с коллективным разумом человечества. Пожелайте всем близнецовым пламенам Земли встречи энергетической и физической. Помните о законе изобилия Вселенной. Чем чище по вибрациям ваше желание, тем быстрее ваши личные мечты претворятся в жизнь. Желайте для всех того, что хотели бы, будите у себя почувствовать сами, воплотить у себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Почувствуйте это. Это дар наш. Наш дар. Это энергия ускорения встречи. Вы чувствуете это? Вдохните эту энергию в сердце. Познайте ее трепетность, чувственность, тепло. А теперь фиксируйте энергетику вашего близнецового пламени. Это легко. Энергия идентична. Просто дублируйте. Это очень просто. Вы вместе. Как это прекрасно. Дорогие. Радость переполняет наши энергии. Чудесное мгновение встречи. Трехмерная реальность уместно соединит ваши тела. Но сердцем, душою вы вместе всегда. Будьте в этом чудесном состоянии столько, сколько пожелаете, дорогие. Прибавьте к этому пожелания того же другим душам, когда почувствуете импульс. Но не забудьте о приземлении после медитации. Почувствуйте. Энергии земли касаются вашего тела. Душа входит в тело до положенного для функционирования уровня. И вы не потеряете этот дар. Отныне он с вами. Он впитался в ваше биополе клетки. Призывайте это чувствование. Перед сном. Утром. Когда пожелаете. Будьте горячо любимы всегда, дорогие. Я попросил Метатрона помочь моему голосу. Хорошо получилось. Теперь призыв к лунному лучу Гуанинь. Вот он теперь просит сосредоточиться на Гуанинь. На энергии луны. Не на нем. Так я попробую. Нет, я не буду пробовать. Я просто сделаю это. Лунный луч любви и света. Раскрой мое сердце. Прошу я об этом. Наполни творчеством и добротой. Для нежности и благости. Вечность открой. Вечность открой. Открой. Коллективно говорим. Дружно. Мы выражаем намерение активировать единственную нить ДНК. Отдыхаем таинство. Энергии луны. Энергии луны. Сейчас подключаются ко мне Гуанинь. И это очень необычно для меня. Ее трепет. Ее нежность. Ее мощь. Такая вот необычная немножко. Да. Я помогу тебе адаптироваться к моим энергиям. Сын. Что-то она меня сын называет. Ну а сын ну да. Я понял почему. Ладно. Давай. Давай. Попробуем вместе сказать. Энергии луны. Энергии луны. Дорогие. Примите послание. И от меня. В этот день. Почувствуйте его. На мизинце вашего. На кончике мизинца. Как я говорю с вами. Родные. Через принятие. Через адаптацию к переменам. В том числе. И слушая этот голос. Вы также. Намереваете сами. Открыть связь с энергиями. С божественными энергиями. Которые я несу. С энергиями луны. Луна приходит к вам ночью. Когда вы спите. Она ласкает в ваше биополе. Утихает. У вас. Всю будничная. Целостность. Энергетических тел. Восстанавливается. Воссоздается. И вы приходите. В равновесие. С самими собой. Так прекрасно дорогие. Это так уместно для ночи. Поэтому спите. Спите уместно. что. Немногие познали таинство планеты луна. Из-за того что. По непонятным мне причинам не хотят спать. От переживания. От стресса. От того что. Что. Не является. Истинностью. Поэтому. Я работаю. Очень многочисленными. Людьми. По. Принесению. Аромата. Принятия. Всеобъемлющего. Принятия. Того что. Называется. Трудности. Проблемы. И так далее. На вашем языке. Но. Сейчас. Дорогие. Сейчас. В этот момент. Я хотел бы дать вам большее. Через ваше сердце. Откройте. Сердца. Примите мое послание. Тонкое. Послание. А после. Откройте глаза. И посмотрите на перемены. Которые вас ждут. Которые вы сами. Сформировали. Путем. Примирения. И. Принятия. 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 Всеобщего целого. Груза. Который спадает. Который сваливается. С ваших плеч. Как. Неподобающее вам. И. Приходит новое. Новое. И. 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 Адамус. И. Многие другие. В разных сферах. На момент сейчас я прощаюсь с вами. И провожу время с теми из вас, кто меня зовет. С любовью. С любовью. Гуани. Истинная мать. Истинная мать. Я хочу сказать от себя. Истинная мать пришла ко мне. Такая заботливая и нежная. Мать. Она смеется сейчас. И вижу образ. Почему? Потому что я пытаюсь ее назвать. Человеческими именами. А она гораздо больше. Большая. И. Мать в каждом. В каждой женщине. Гораздо больше чем то, что можно выразить. терминами. Словосочетаниями. Да вообще внутренняя мать есть в каждом из нас. Даже по секрету скажу никому не говорить о мужчине. Что она проявляется чуть пореже мужчине. Она проявляется. Так идем дальше. Следующее таинство доброта. 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 Я энергию Луны приветствую вас так же как Гланинь. Здесь будет другое послание. Лишь о том, что у вас уже есть доброта. Зрите ее. Найдите ее. Опознайте дорогие. И привнесите на планету с большим масштабом. Я луна помогаю вам во всех сферах. Это потенциал. Вы можете меня взывать. Призывать энергии чистой инь или луны. Не важно. для успокоения. Которое нужно во всех сферах. Во всех, я бы сказала, деяниях человеческого разума. Чтобы он привел себя в большую гармонию с другими телами. и в том числе с телом света. Так нужно вам сейчас. И энергию Луны благоволят этому. Я говорю вам сегодня это не говорить, что вы не слышали. Ам-инь. Завершательное послание. Ам-инь. Немножечко. Ну. С улыбкой такой. Но не столько смех, сколько улыбка от того, что мы не ожидали, что он так закончит. Ам-инь. Это похоже на аминь. Только ам-инь. Потому что там выделяется, что есть Ам, а есть Инь. И они вот. Узнаете сами. То есть она имела ввиду такое было послание. Я вот сейчас перевариваю и сижу. Что успокоение Инь или успокоение энергии Луны. Что в принципе одно и то же. На данном этапе развития человечества имеет ввиду. Что гигантские запасы Инь были отданы Луне на хранение. Временное хранение. Пока у нас была Янская эпоха. Тысячи-тысячи лет войн. И когда мужчины правили балом. Была Янская энергия. Инь. Мы душу отдали на хранение Луне. И вот сейчас там еще много достаточно Инь. Которая не вернулась к нам. К душам обратно. К каждому. Кто отдал туда свою Инь. И вот Инь. Можно призывать. Всегда. Во всех сферах. Особенно в сферах. Когда работает разум. Чтобы он немножечко пришел в гармонию со всеми энергетическими телами. Успокоился так сказать. Успокоил. Успокоил свои думки. Лишние. Где-то чересчур. Навороченные. И преувеличенные. Наверное. Как вы сами считаете. Как вы сами чувствуете. Видите. Наверное об этом послание было. И особенно. Чтобы разум пришел. в полное принятие. В полное принятие. Тому что называется. На эзотерике. Тело светом. Да здравствует. Наше понимание. Что мы сейчас осознали. Друзья. Да. Поняли. Допро пожаловать домой. Говорит кто-то. А. Это мой дух. Говорит просто. Допро пожаловать домой. С этим осознанием. Вы стали ближе к дому. И он течет в ваших руках. В вашей голове. И в вашем сердце. Теперь. Более неразделимым. С вашим существом. Потоком. Вы пришли в равновесие. Больше. Поняв. Это послание. Про Инь. Про успокоение разума. Многие наставники уже сейчас вам намекают на такие вещи. Говорят вам открытую даже об этом. Во снах. В основном ночью. Об успокоении разума. Об усмирении ума. О паузе в деятельности. И в личной деятельности. Во многом лишней деятельности. Еще пока очень много лишней деятельности совершают люди. Но это ценится всей вселенной. Как временный опыт. Опыт который. Даст. Многие ростки. Противоположного. Многие лишний опыт. Лишь только. Чтобы вы. Создали. Моментом. Возврата домой. Желание узнать себе. Такие. Теперь наконец и свет. То есть. Вот противного. Поэтому. Любой опыт свят. Любой опыт. Абсолютно свят. Вы даже не сомневайтесь в этом. Так. Я уже. Там дух. Это я уже говорил. Вместе с духом. Мой дух любит повторять. Такие одни и те же вещи. Порой. Наверное. Чтобы я даже это быстрее понял. Еще. Еще глубже понял. Ну и вы конечно. И все. По своему. Каждый поймется там. И это понимание ценно. Индивидуальное понимание. Не менее ценное. Чем общее. Предложает дух. И вы это раскроете. Узнав себя. Еще больше. С каждым днем. Увеличивая свое я и есмь. Что называется. Я здесь и я живу. Дальше. Таинство. Утонченность. Изящество. Изящество. Изящество есть в каждом из нас. Да. В женщинах очень много изящества. В мужчинах тоже бывает очень достаточно. Угу. Изящество. 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 можно выстроить точку внимания к вам например снимаетесь на ю тубе на видео вы можете у вас изящные движения как у женщины например женщина обращаюсь поэтому вы можете сказать очень такие глубокомысленные вещи очень важные вещи с то что вы изящно это все говорите вас изящный даже голос к вам придут чуть больше зрители чем грубоватым скажем так очень сильно янским людям ну и менее изящно может они сильно янский но менее изящные я тоже вот у некоторой степени вспоминаю свою внутреннюю изящность ну это у меня и получается не так как у нины и жены но тоже кое-что бывает изящные вот так что дорогие женщины не упустите моментом изящности и примените его во благо как-то творчески по-своему по-своему собой по-своему не слушай никого как сами желаете от сердца от истинного я что желает истинное кроме изящества с помощью изящества что еще вместе с ним принести привнести пространство вокруг вас вашей работе вашему дому вашим людям которые окружают вас это опять дух говорит думает духом проще всего общаться мне что очень естественная похоже на меня все слишком слишком похожи на на душу все что он говорит и боясь целое говорит мы есть не целое продолжаем таинство мудрость мудрость моя мудрость где ты была раньше эмоциональная такой я говорит душа может ответить спокойно некуда торопиться впереди вечность что-то торопишься дорогой ум куда ты гонишь своих дерзких лошадей креянов давай немножечко под успокоимся слегка хотя бы переключи на первую скорость встретить все в свое время такой диалог может быть у вас тоже куда ты гонишь куда ты гонишь торопишься тогда суетишься чего ты боишься не успеть-то кто тебя гнал кто тебя замотивировал гнать скажи нет этим игрой грамм людям и так далее то как не ты рулишь свою реальность этой рули ты сам на своем на своем коне сам свои тарелки как бы то ни было вот и управляй и если есть не целостное существо потом кто-то скажет может быть вас я есть мне разделим на ум и душу есть одно единый кристалл христос христалл христос 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 кристалл одно целое я есть интегрированное аз есмь то что аз есмь то что я есмь то что я есмь и временно забываю это я опять все чаще воспоминаю это воссоздаю это опять из пепла опять из пепла ссоры или конфликта который был может быть недавно опять воссоздаю себя единого целого слитого где слитые все инструменты и истинность истинное я и все его инструменты всей аспекты слиты в одно я если в одно целостное то что называется бытием это просто это все не усложняет нет нет наоборот упрощает дорогие друзья на порядок упрощает любое бытие и любое восприятие смысле жизни в восприятие любого события я есть одно единое совсем целым совсем разданием я это признаю в своей жизни я это говорю другим чтобы усилить себе дабы другие мечтали о таком же и значит я вылечил это тоже в себе даря другим я это увеличиваю так сейчас плоховато слышно есть неразделимое целое неразделимое одном с вами и вы узнаваете это в себе и говорите честно есть одно с вами кому-то еще другому на другом языке может быть своими словами если вы чувствуете если вы чувствуете единение единство со всей вселенной то другие это не могут не заметить вот простая мораль всей басни все так и должно быть все к этому и идет друзья я есть это истинное слово единственное слово которое отражает истину а если то что я есть еще все просто в этом быть и если делать себя простым созделся простыми если вспомнить свою рожденную легкость и изящество рожденное бытие я если вдохните это дорогие принесите легкий аромат истинности вспомните то есть где-то так просто быть простым не правда ли играть все и в эти игры хотя бы отказаться от большинства из них играть только может быть только лишь маленькую одну маленькую одну вот выходите на работу хотя бы эту игру играть все больше не играет остальным говорит нет уметь говорит нет отказываться от встречи от каких-то предложений лишних и так далее от тем встречи и предложения и проектом которые увеличивают ваша я есть на ваше присутствие говорит да а это вопрос извлечение извлечение развлечение развлечение только лишь интуитивное развлечение ваша душа подскажет собственно к этому все идет чем выше вибрации земли тем это проще и легче друзьям нельзя не замечать что что было 10 лет назад сейчас гораздо легче а дальше что будет у такие город цветов подарков сплошные цветы подарков подарочные цветы от вашего азиесима от вашего истинного я раньше он их может быть не такими количествами давал потому что они от меня поправляют он давал тоже достаточно много просто он давал не в том времени пространстве не совсем вам вам другому давал а вы не были готовы к себе другому что я запутался уже так ладно просто давайте это каждый сам интуитивно почувствует и мы продолжим видимо какое-то слово пропустил и увезом и поэтому запутался да я бывает одно-два слова могу пропустить то что идет ну кстати это хорошо потому что да больше сам думаешь размышляешь медитируешь сам нарабатываешь свою внутреннюю мудрость только что немножко ты запутался немножко сам ищешь пути выхода как-то понимать вообще жизни и связи энергии ты даже сейчас подсказывают для эзотерика это уже давно более полезно чем получать четкие и понятные инструкции что реально уже нужно самому размышлять отложить многие многие книги на дальнюю полку или сжечь с благодарностью с благодарностью конечно но для некоторых они пригодятся можете подарить если это уместно почувствовать так дальше чуткость энергии чуткости давайте вдохнем чуткость 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 моя чуткость мы чутки другим людям то есть внимательны может сказать еще до чувствительно внимательны как-то так как-то так хотя вдохнем это чтобы то не пришло энергии божественной матери отдыхаем благодарностью может быть это с искренней любовью всем материнским ипостасям жизни все это отражение единой одной божественной матери половинки и творца эти вы видели истинные материнские проявления качества других людях это благословенное благословенный трепет защиты и утешения и заботы и истинной материнской любви даже в животных это видели все это проявление божественной материнской одной одного единого единой на всех матери к большой материнской пошел материнского пространства даже искать измерения которым живут все матери особо хорошо если они сбалансированы со своей я не поставьте их или со своим мужчиной в котором они живут с которым они живут это уже мастера может сказать это уже мастерицы способны и так все можно способны было не говорить этого достаточно сейчас даже сами же все чувствует и так хорошо все миролюбие и живи отдыхаем как кто хочет интуитивно покой покой мой покой я есть здесь и я есть покой сказала я громко и успокоился друзья теперь теперь очень просто визуализация света любви во всем 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 физическом храме храме души пока отключу микрофон потом будет мантра любовь пока 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 я Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просим вас, услышьте наши молитвы... Пусть любовь воссияет на земле... Пусть любовь воссияет на земле... Пусть встретятся все близнецовые пламена... Сотворенное тобой Создатель... Создатель... Тобой Создатель... Создатель... Пусть живет гармония в сердцах и душах людей... Пусть мир будет на земле так же как на небесах... Ибо любовь есть великая энергия для созидания и сотворения... Так же как у земли есть прекрасная половина неба необходимая для жизни... Так же и у каждого человека есть половина его самого... Его близнец... Сотворенный Создателем... Едино и по любви... Едино и по любви... Едино и по любви... Благодарим... Предлагаю такую молитву если хотите повторяйте если хотите просто чувствуйте... И частично повторяйте... Символ веры... В веру во единого Бога Творца Неба и Земли... Пребывающего во всей жизни... 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 В веру в его справедливость... И со смирением принимаю мудростью его... Законов... Верую в Царство Божие проявленное на земле как на небе... И в каждом человеке... Верую в единство Бога Отца Матери Сына Святого Духа... Я есть в нем... Я чувствую это единство с ним... Со всей Вселенной... Со всем сущим... Я есть в нем... Я есть в нем единое существо... Отражающееся здесь на земле... Как... Это человеческое Я... Я знаю свой исток... Свой путь... Туда... Обратно... Скажите интуитивно... Все что идет сейчас... Лично и сердце от вас... Субтитры сделал DimaTorzok Я есть в нем смысл Свои Путь и Цвет Свой уникальный... Я есть в нем свой путь... И Цвет Свой уникальный... Когда говорите эти слова вы успокаиваетесь или вы удорожитесь? скажите теперь пожалуйста что вы есть кем вы себя вспоминаете и хотели бы это воплотить сильнее увеличить в себе свою постась которую вы любите назовите ее так я есть то-то то-то и вдохните это бережно нежно с любовью благодарность получится у вас я есть покой я есть вечность я есть радость я есть тихая любовь я есть мудрость я есть тело света это достаточно для примера я есть ушедший убегший от проблем от этих старых стереотипов схем ума убегший в новую реальность я есть свой путь и цвет свой уникальный поистину так будет так говорит метатрон и рафаэл что сегодня метатрон там близко близко сегодня день 17 это 1 плюс 7 8 8 вечность так вечность плюс 10 месяца днём к 9 9 плюс 2 то год уже считаю 9 2 11 11 мастер число 11 не прибавляется 11 плюс 112 тоже 12 это 3 3 плюс 7 последний цифры будет 10 10 это однерка однерка это начало нового сначала это еще и и первоисточник первоисточник то есть первотворец первичная энергия некотором смысле сегодня послание были как некое первооткрытие и новшества особенно от луны и гуанинь для меня по крайней мере очень не понравились энергии гуанинь когда она когда я построился под нее и смог некоторое время быть ей как бы но это долго не могло продолжаться что не очень не очень обычно это для меня быть таким вот как она но мне это понравилась такая перемодуляция некоторое время я смог просто говорить вместе с ней основной чуть-чуть полегче было что я давно с ней уже общаюсь гораздо больше немножко привычнее но слышим я вообще привычнее всего что то есть я самая знакомая узнаваемая энергия и мудрость и сила и и единение чувство единения скажите пожалуйста когда к вам приходится мы узнаваемая вам для вас энергия внешний поток как будто извне но он отражается внутри как то что вы давно узнаете бывали такие моменты некая наполня наполненность одновременно успокоение такой покой вечный покой выше я приходит с покоем это вот самое простое бытие с высшим я представьте что некоторые вещи которые вы делали сами теперь уже не нужны вам или вы если вам они нужны то вы их не делаете а почему-то они все равно возникают так работают семья света и дух чтобы вы не отвлекались а делать все чтобы не отвлекались некоторые вещи вам помогают теперь делать потому что дух попросил кого-то помочь и они согласились скажу да мне это нравится я буду ему ему помогать теперь выиграть его у меня больше свободного времени появилось ура ура буду заниматься больше радостью чем-то более радостным вы уже такого с нами вот путь с духом путь вечности вечную сферу бытия сейчас немножко необычно так сказали вечную сферу бытия вот туда путь но это все об одном и том же о чем вы подумали вот этот путь в общем обратно к источнику он как раз таки есть облегчает другие сферы жизни если ум активен это со скрижетом воспринимается скрица скрижетом с всякими испытаниями но если ум расслаблен успокоен как предлагала луна им достаточно вас есть и недостаточно вас есть тогда все прям легко и как по маслам все легко и великолепно радостно что будем заканчивать или у вас есть еще может быть вопросы если нет тогда одну молитву еще предложу во благо молитва о медицине вот что я предложу это очень мы совершим как цветоносцы сейчас поработали на типа помолимся о создадим по сути даже не только эта молитва тащу из воссоздание образа с цветной медицины помощь такая помощь всем больницам искать всем этим заведением приличным и лечащимся там играющим роль больных что все это роли не больше только роли для чего-то для того чтобы другие смотря на них испытывали больше сострадания или для того чтобы они сами отпустили что-то до прожили эмоции до прожили и игры жертвы чтобы до прожить игру жертву нужно очень сильно ее доиграть чтобы надоело и так далее так далее есть смысл болеть некоторым еще вот чтобы это как как бы ускорить эти процессы эти игры болезненные больных игры больных болезненные такая молитва во благо чтобы сгладить этот весь спектакль важно и нужно еще всем иногда болезнь приходит еще для того чтобы человек не пошел на неправильную работу чтобы он отказался от кого-то предложения такого-то встречи которая вообще прям не в ту сторону повернет его такое тоже часто бывает поэтому давайте поможем сгладим этим этим моменты этой молитвой там этой молитве что она крайне важно архангел арфаил пречистая дева мария во имя моего могущественного а здесь присутствия и обращаюсь к вам имея чистые намерения осознанно создать образ божественной медицины и и перетворить его в нашу жизнь на планете мать вдохнем хорошенько врачи наши земные суть сострадающие души имеющие великий дар божий исцелять тело наше и успокаивать души наши дайте же им сил ангельских и терпения терпения мудрости божественной и честности врачебной чтобы они смогли в полной мере выполнить свое божественное предназначение назначение пусть улетает теперь этот образ молитва во вселенной помогает там завершаем ее так во имя моего божественного вас есть присутствие да будет так будет так как я сказал во благо будет так я люблю всех людей я люблю больницы понимаю их еще важности смысл пока еще захотите скажите такие вещи я принимаю свои прошлые болезни еще существующие если они еще не ушли вижу в них смысл или скоро увижу я есть им присутствие я есть им полностью в воплощении теперь скажите я выключу микрофон до завтра скажите теперь все что идет все что вы хотите сказать на самом деле в самой яркой самом ярком свете сам ярком варианте слов пожалуйста до завтра